В самом условии закрытая подписка предполагает, что подписка будет осуществляться дополнительного выпуска ограниченному кругу лиц. Ограниченному кругу лиц это значит прежде всего тем акционерам, которые уже являются акционерами этого закрытого акционерного общества. И закрытая подписка проводится пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории. Вот это нужно обязательно акционировать. Открытая подписка предусматривает размещение всем людям, которые пожелают участвовать в покупке этих акций, которые будут размещаться при открытой подписке. Открытые акционерные общества, как правило, открытую подписку проводит только открытые акционерные общества. И ограничить круг лиц приобретателей в данном случае, если это открытая подписка, она невозможна. То есть она проводится в широком кругу лиц. Компания уведомляет акционеров, направляет уведомление за 20 дней до проведения собрания. То есть акционер должен получить информацию от общества, но общество обязано направить информацию не менее чем за 20 дней до проведения общего собрания. И здесь, конечно, есть возможность общества. И, как правило, если общество идет на нарушение, то, что я выше говорил, направляет эти уведомления, соблюдает сроки, но в конвертах оказывается совершенно другая информация. А так как акционеры, в принципе, не понимают, что это пришла к ним, какая это пришла к ним информация, а информации о проведении общего собрания отсутствует у них, то доказать, и если акционер получил и не зафиксировал, что было в конверте, то доказать достаточно сложно. Я хочу еще добавить, что акционеры почему-то всегда, как правило, апеллируют или направляют свои жалобы в оригинальное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, и при этом забывают, что у них есть право обращаться в любые инстанции по защите своих прав. Иначе происходит такая ситуация. Получив жалобу в региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, мы начинаем процедуру рассмотрения этой жалобы, то есть мы начинаем проверку этой жалобы, мы запрашиваем путем направления требований в общество, подтверждающие документы. Естественно, проходит определенное время. Время это связано с прохождением почты, обратного возвращения документов. Порой общество не предоставляет документы сразу же по требованию. Безусловно, мы при этом реагируем путем неисполнения требований, составлением протоколов и направления в суд за это. Но получить информацию или документацию, которую мы запросили, у нас не представляется возможным. В связи с этим мы не можем проанализировать и дать мотивированный ответ жалобщику, будем так сказать акционеру, который пожаловался на ту или иную ситуацию в акционерном обществе. Проходит время, время проходит много, время упущено акционерам. И после того, как мы проверили, то выясняется, если же даже и общество нарушило проведение собраний, в процессе проведения собраний права акционеров, то в лучшем случае мы можем, полномочия таковы, что мы направляем предписание об устранении этих нарушений. Других полномочий у нас нет, поэтому рекомендуем, даем ответ жалобщику, рекомендуем, естественно, отмечаем, что нарушено, какие нормы законодательства нарушены. В связи с этим, нашим ответом может пойти жалобщик в суд, но, тем не менее, время упущено. А здесь как раз самое главное – это не упустить время. Еще раз хочу подчеркнуть, что особенно при дополнительном выпуске вовремя обратиться в региональное отделение Федеральной комиссии по цельным бумагам в момент подачи документов на регистрацию дополнительного выпуска. Вот здесь самый такой момент, где можно поставить заслон акционерному обществу в случае, если оно нарушает права акционера. Бывает ситуация, что принимается решение о дополнительном выпуске и размещении конкретному лицу. В данном случае акционеры, принимавшие участие в общем собрании, если они проголосуют против такого решения, то их право, как раз и преимущество их в том, что они могут купить эти акции дополнительного выпуска то количество, которое будет пропорционально их уже владеющему предыдущему выпуску. Это как раз преимущество. Либо те акционеры, которые не участвовали в общем собрании акционерного общества, они также имеют это право получить, преимущественное право получить при дополнительном выпуске пропорционально, еще раз хочу подчеркнуть пропорционально той категории акций, которая выпускается, то количество акций. Это самое главное. И при этом тогда не может произойти ущемление прав акционера. Безусловно, что распределить одному лицу, наверное, можно, но в данном случае будут нарушения другого характера, связанные со скрытием информации. Это уже как бы регулируется, будем так сказать, это нужно отследить на стадии проведения общего собрания, правильности проведения общего собрания, соблюдение сроков информирования, сообщать в региональное отделение федеральной комиссии, для того, чтобы мы оперативно приняли решение для проведения проверки и устранили этот факт или рекомендовали обществу в случае подтверждения данного нарушения, о том, что были неправильно информированы общественные акционеры о проведении собранной. Повестка дня не содержала данного вопроса, потому как иногда в повестке дня общего собрания акционеров не содержится вопрос об увеличении уставного капитала, то бишь о дополнительном выпуске. Если это оперативно сообщается в региональное отделение федеральной комиссии, то тогда данное нарушение будет заслон.